Хотя всё же это не так уж и рекомендовано к просмотру, я имею в виду, если вам совершенно нечего смотреть, то на безрывии рак рыба. Всем привет, это KK. Я люблю споконы, и я буду повторять это, наверное, в каждом своём видео про споконы. И в этом сезоне было два тайтла, за которыми было интересно наблюдать, просто потому что они, в принципе, на одну тему – велогонки, велоспорт, но герои этих тайтлов разного пола. Пока что, по крайней мере, когда мы говорим про споконы, это делает различие не только по половому признаку героев, но и по атмосфере тайтла в целом. Итак, у трусливого велосипедиста уже третий сезон, и сложно его судить, не оглядываясь на предыдущие два. И если говорить с учётом тех сезонов, мне кажется, тайтла немного потерял свою шару. Эта история уже совсем о другой команде, несмотря на знакомых нам персонажей. Даже знакомые персонажи очень сильно изменились. Но всё же он остался достаточно таким классическим споконом, и несмотря на то, что многое поменялось, всё же лучше его смотреть после просмотра предыдущих двух сезонов, несмотря на то, что второй сезон – это просто часть Интерхая, которая началась в первом сезоне. И меня удивляет, как создателям удалось это всё так растянуть. Я надеюсь, в этом сезоне такого не будет, потому что это будет уже не очень интересно. В общем, с этим тайтлом, мне кажется, остались те, кому интересно, что произошло уже всё-таки с героями из предыдущего сезона. Я сомневаюсь о привлечении новой публики, но если вам нравятся классические споконы, почему бы не начать даже с третьего сезона? Честно скажу, у меня были некоторые надежды на девчачий велоклуб. А оправдались ли они? Я сомневаюсь. Да, он более спокон по сравнению с теми тайтлами про девчачьи спортивные клубы, которые мне попадались. Но всё же он до сих пор слишком мэшный. Хотя, достаточно интересно смотреть на карте места, по которым ездили девочки. Хотя, например, по-моему, у Longriders места, по которым ездили главные герои, были опубликованы на официальном сайте. И ещё, если у Евопеды с рисовкой и графикой было всё достаточно ровно, я не скажу, что всё было замечательно, но всё было на одном уровне, то у девчачьего клуба был такой контраст между фонами и героями. И вот первые действительно были хороши. Но я думаю, как реклама к Макуре, этот тайтл всё-таки прокадывает. И, подводя итоги, несмотря на то, что я люблю споконы, эти два мне показались немного скучными. В этом сезоне, какие-то тайтлы остались в предыдущих, были более интересные тайтлы на спортивную тематику. И все в связи за просмотр. Увидимся в моём следующем видео. Пока-пока!